И я рада приветствовать всех, кто сегодня с нами, кто присоединился к нам по ходу уже сейчас, и тех, кто будет смотреть нас в записи. И сегодня мы продолжаем разговор о библиографических ссылках. В октябре мы разбирали с вами библиографическую запись, библиографическое описание достаточно подробно. И вот сейчас у нас идет ноябрь, посвященный вопросу оформления ссылок. Сегодня наша тема – это библиографические ссылки на электронные ресурсы. И у нас с вами сегодня будет три небольших вопроса. По большому счету тема не очень большая, там есть только некоторые нюансы, которые мы сегодня и рассмотрим. Потому что часть вопросов, что важно помнить, первый наш вопрос вебинара, что важно помнить для оформления ссылок, мы очень подробно рассматривали с вами на прошлой встрече, на прошлом вебинаре. Можно будет посмотреть в записи тех, кто не присутствовал. Мы там достаточно подробно прошлись по ссылкам, но рассматривали именно ссылки на печатные издания, на электронные ресурсы не затрагивали. Но очень многое из того, что мы в прошлый раз посмотрели, оно сегодня как раз нам и пригодится. Поэтому первый вопрос для тех, кого не было, мы сегодня вкратце вспомним. А вот дальше у нас будет самый главный и большой, наверное, самая большая наша часть – это особенности. Какие особенности необходимы, когда мы составляем ссылки именно на электронные ресурсы. Ну и подстрочные затекстовые ссылки мы посмотрим в основном на примерах подстрочных ссылок, как это может быть оформлено, как варианты. И затекстовые просто вспомним схему. Они не сильно отличаются, там вот что-то такого совсем особого не будет, но там есть один нюанс, который важно помнить, и который мы в конце еще раз вспомним. Так, вижу вопросы. Да, коллеги, про презентации. Презентации октября-ноября в открытый доступ не предоставляются, потому что эти курсы, эти вебинары у нас идут как такая вводная часть к январскому курсу. А вот ссылочки на записи, поэтому вот этот материал, он будет предоставлен в полном объеме, плюс еще дополнительный, конечно, это же не все, для участников уже курса. Вот там мы будем заниматься уже не теорией, там мы уже будем больше заниматься практикой, разбирать, повторять теорию, но уже на каких-то практических примерах и разбирать разные заговыристые случаи, с которыми сейчас иногда приходится сталкиваться. И будем уже отрабатывать на практике вот то, с чем мы знакомимся сейчас. То есть сейчас так больше про теорию, а вся практика у нас будет в январе-феврале, поэтому там будут все презентации в полном варианте, в расширенном варианте, плюс дополнительные материалы, раздаточный материал, вот все это будет точно там. Про ссылочки на октябрьское занятие по ссылкам, на ноябрьское скорее, на прошлое занятие. Юлия, я тогда в конце нашей встречи вам ссылочки на эти вебинары дам. Сейчас я вам скажу, что у меня есть. У меня есть вот то, что нам сегодня тоже может пригодиться. Вот эти два вебинара я вам сейчас дам по многочастным ресурсам. Там есть информация, мы подробно разбирали схему сериальных изданий, да и говорили про сериальные издания. И библиографическая запись и описание – это самая первая наша встреча. вот как раз про структуру. Там мы это все разбирали. По этой структуре строятся схемы и библиографических описаний, и записей, и ссылок в том числе. Поэтому пока вот эти вот две ссылки забирайте, а на прошлую я вам тогда в конце нашей встречи ссылочку на запись этого вебинара дам. И вот, прошу прощения, немножко сбилась. Поэтому вот так. Сегодня без презентации смотрим, запоминаем запись. Всегда можно будет пересмотреть. Ну и, в общем-то, особо такого уж страшно супернового у нас сегодня, ну, кроме, может быть, одного момента не будет. Поэтому мы переходим к нашему первому вопросу. Очень быстренько вспомним основные моменты, которые нам важны и которые важно помнить, когда мы составляем ссылки в том числе и на электронные ресурсы. Ну, во-первых, когда мы оформляем ссылки, мы опираемся на ГОСТ, библиографическая ссылка, общие требования правила составления. Многим уже хорошо знакомый ГОСТ R705-2008 или мы будем упрощать, просто говорить по годам. Я буду все вот это произносить. ГОСТ-2008 – это про ссылки. ГОСТ-2018 – это новый ГОСТ по библиографическим описаниям и записям. И объектом библиографической ссылки может являться все виды документов на любых носителях, в том числе и на электронах, и составные части этих документов. Вот то, что у нас было на прошлом вебинаре, то, что мы достаточно подробно рассматривали. Ой, возьму сейчас указку. Вот еще раз по этому проходимся. Но вот какая штука на данный день существует. У нас прошла смена ГОСТов. По библиографическим описаниям, раньше у нас был ГОСТ 2003 года, а сейчас поменялся на ГОСТ 2018 года. А вот этот ГОСТ по ссылкам, он, если посмотрите сам ГОСТ, там везде стоят ссылки, отсылки на ГОСТ 2003 года. Ну, то есть может идти описание какого-то правила, пункт ГОСТа и гласит, оформление составной части делается в соответствии с разделами, там такими-то, такими-то, ГОСТа 7.1. То есть вот того ГОСТа по библиографическим описаниям 2003 года, а у нас уже 2018. И очень часто возникает такой вопрос, так как же делать, по-старому или по-новому? Для разработчиков, составителей методических рекомендаций, это вопрос, да, а уж для исполнителей, тех, кто этими ГОСТами пользуется, те самые несчастные авторы, студенты и научные руководители, которым все это еще потом и проверять, это вообще получается 3 ГОста нам нужно, да, 2018, потому что по нему мы делаем сейчас список источников в конце, список использования литературы, а для оформления ссылок нам надо вот этот ГОСТ, а он ссылается на ГОСТ 2003 года, значит, нам еще и тот старый надо знать, а вот как? А вот общее обозначение материала, а надо писать электронный ресурс в квадратных скобочках, или не надо писать, а как теперь писать? И вот эти вот вопросы, они, наверное, отнимают большую часть времени, силы нервов при оформлении работ, нежели само оформление, да, то есть вот такая штука получается, не очень приятная для исполнителей, поэтому давайте посмотрим, что важно помнить, используя ГОСТы, что при изменениях ГОСТов есть такой раздел в самом начале ГОСТа, иногда мы его просто пробегаем, не обращая на него внимания, а в нем написано очень особенно, вот сейчас обращаюсь к составителям и разработчикам методических рекомендаций, тем, кому еще, может быть, и актуализировать их приходится или придется, пожалуйста, обратите на это внимание, что написано в вашей методичке, потому что исполнитель в первую очередь, ну, исполнитель это, я имею в виду, студент, преподаватель, автор, магистрант, аспирант, он будет ориентироваться на те методические рекомендации, которые предоставляются ему образовательной организацией, то, что прописано, вот наш локальный акт, локальный регламент наш по оформлению, вот это для него самая главная вещь. Но для нас важно, чтобы там было написано или хотя бы объяснено ему, что, как, зачем, откуда берется, почему и что ему смотреть, какими ГОСТами пользоваться, в случае каких-то вопросов, которые не прописаны методической рекомендацией, особый случай. Поэтому, ну, если таких рекомендаций нет, а такое, к сожалению, иногда случается, и поэтому автору приходится самому исполнителю ориентироваться во всех этих ГОСТах. Ну, вот смотрите, есть такой раздел небольшой в самом начале, где идет перечисление ссылочных ГОСТов, на которые данный ГОСТ ссылается, да, он постоянно же куда-то нас еще отсылает, согласна, тому-то, тому-то. Так вот, там есть описанные ситуации, что делать, если ссылки, да, если заменены ссылочные стандарты, вот как раз наш случай, на которые даны ссылки в этом ГОСТе. Ну, вот заменен у нас стандарт 2003 года на стандарт 2018. Сразу скажу, жирную серлифтом выделила, потому что у нас ссылка, вот она, она не датированная. Вот в ГОСТе 2008 года по ссылкам используются не датированные ссылки. Он сам ссылается на другой ГОСТ, 7.1, но они уже внесли примечания. Вот как это у нас в ГОСТе прописано. Система стандартов по информации библиотечному издательскому делу, библиографической записи, описание, общие требования, правила составления. Объясняют, что это за ГОСТ, на который ссылается. И есть уже дополнение в ГОСТе 2008 года. Действует ГОСТ R7.0.100.2018. Вот этот самый наш новый ГОСТ. То есть это уже прописано в ГОСТе по ссылкам. Вместо вот этого используется это. Что это значит? Для разработчиков и составителей методических рекомендаций это значит, что надо посмотреть свои методические рекомендации. Там, где были оформления по ГОСТу старому, посмотреть, изменилось ли что-то в ГОСТе новом и внести правки в те образцы, которые мы даем исполнителям. Для тех, кто пользуется, для пользователей. Что это означает? Это означает, что мы ориентируемся исключительно на те рекомендации, которые даны в наших методических рекомендациях. Вот этих самых переработанных или не переработанных. Но в случае, если таковые отсутствуют, при возникновении вопроса по какому ГОСТу оформлять, вот у вас есть уже в самом документе отсылка к новому, значит, смотрим по новому. И в пункте 4.9, как связаны эти два ГОСТа, почему нам вот это важно понимать. Независимо от назначения ссылки, правила представления элементов библиографического описания, то есть вот та схема, та структура библиографического описания, которая у нас присутствует и в ссылках, и применение знаков предписанной пунктуации в ссылке, осуществляется в соответствии с ГОСТ. Вот он, 7.1. Он у нас заменен, значит, мы будем смотреть по 2018, то есть уже по новому. И ГОСТ 7.8.2. Что это такое? Здесь вообще история пока туманная. Это ГОСТ 2001 года по оформлению электронных ресурсов. Но если вы его попробуете открыть, например, через поиск консорциума кодекс, где он очень хорошо так представлен, там есть уже предупреждение, что ГОСТ выведен из обращения, не действует, он отменен, и вот такая вот красная полосочка висит. Поэтому вот в этом же разделе, второй, по-моему, раздел самого ГОСТа, посмотрите, что нужно делать, есть ли там данные рекомендации, что нужно делать, есть ли ГОСТ отменен, и взамен его пока еще не введен новый. Новый у нас пока еще не введен. Вы помните, что ГОСТ по оформлению ссылок на электронные документы у нас пока еще в проекте находится. Поэтому вот такая вот ситуация у нас складывается на данный момент. Есть, да, иногда возникает вопрос, а вот почему там по старому ГОСТу, по новому ГОСТу, можно ли пользоваться какими-то положениями из проекта, который еще не введен, не утвержден и фактически не является как таковым ГОСТом. Да, на том же сайте консорта, кодекса висит предупреждение, выложен проект ГОСТа 2021, скачать его можно, он не в открытом доступе, его можно скачать PDF-файлом, но после регистрации. Регистрация очень быстрая, вы для зарегистрированных пользователей, есть такая возможность, можно его скачать и познакомиться с ним уже непосредственно. Ну и у нас вебинар уже был, мы его тоже в отдельные моменты смотрели, что там предлагается. Так вот, отдельными моментами разрешается пользоваться и вышедших из употребления ГОСТов и тех, которые находятся еще в проекте. Есть пояснение самого консорциума кодекс, ответы на вопросы, где они рассматривают разные ситуации, приводят такие вот кейсы, и на этих кейсах говорят, что да, в принципе, в принципе не запрещается. То есть взять, например, какие-то моменты, которые нам нужны для оформления электронных ресурсов, моменты, не прям все, а вот элементы, например, из предлагаемого проекта, который дает более лучшее, наверное, описание. Хотя это вот, ну вот как такое пояснение разрешения, хотя вот эти все пояснения, они давались с точки зрения применения ГОСТов к производственным компаниям, да, и производственным организациям, там, где связано с производством, с технологией, ну, это связано в первую очередь с контрактами, с заказчиками, с потребителями. То есть заключался контракт, например, по требованиям старого ГОСТа, идет выполнение этого контракта, и вдруг в середине где-то, бац, ГОСТ поменялся, особенно если вот в части не столь существенные, как у нас, например, общее обозначение материала просто переехало в другую область, да, и немножко по-другому стало писаться. И что теперь? Нужно переделывать весь контракт? Ну, вот они говорят, что нет, можно по старому ГОСТу довести до закрытия, ну, а новый контракт уже заключать по новым условиям, по новым требованиям. Ну, возможно, вот этот вот момент, если будет интересно, вы мне тоже напишите, я найду эту ссылочку вам по пояснениям, и Кену, может быть, будет полезно просто внимательнее с этим моментом ознакомиться. Ну, в принципе, вот этот подход можно применять, например, и нам, но не в том плане, что мы не хотим переходить на новый ГОСТ, он уже введен, да, нам все равно на него придется обращать внимание, на него придется переходить. Но в случае, в некоторых случаях, например, если студент выходил на диплом, уже оформил работу, подготовил список, оформил ссылки, но по старым правилам, по старому ГОСТу, а потом ушел, там, по каким-то причинам в академический отпуск, и теперь он вернулся для защиты диплома, а мы ему говорим, не, давай-ка быстренько, как позавчера, быстро все переоформим, да, то есть всю готовую работу переделай по новому ГОСТу, а у нас ГОСТ поменялся. Ну, может быть, в этом случае имеет смысл применить вот это вот разрешение пояснения по добровольности применения ГОСТов и вот таким возможным ситуациям того же, например, консорциуму кодекс и принять работу, если она правильно и грамотно оформлена, но по старым правилам, может быть, вот в этом состоянии, в котором она есть. и для, ну, в первую очередь, это, конечно, рекомендация для тех, кто занимается методическими рекомендациями, а вот для исполнителей это просто информация коллеги к пониманию, почему так. Вы можете в одной организации столкнуться с одними требованиями к оформлению, там, по новым правилам тех же ссылок, а в другой организации по старым. Ну, вот, да, такая ситуация сейчас имеет место быть, поэтому просто имейте в виду, что это, с этим вы можете столкнуться. Ну, и пункт 4.9 для нас важен в том плане, что вся структура ссылок, она строится на основании ГОСТа по библиографическим описаниям и библиографической записи, но в упрощенном виде. И, ну, такое небольшое вступление про ГОСТы. Ну, это вот просто важно понимать, чтобы не переживать и не волноваться, если вы с разными вариантами встречаетесь. И с прошлого вебинара 8 важных моментов, которые нам важны для оформления ссылок. Во-первых, на все виды заимствования обязательно. Каждый источник списка литературы, хотя бы один раз в ссылке у нас должен прозвучать, хотя бы в комплексной. Знак точка-тире заменяется на точку, хотя в самом ГОСТе очень много разных допущений. Рекомендуется. И, кстати, вот этот перевод на новый ГОСТ, на новые правила, в ГОСТе по ссылкам вы тоже можете прочитать. Там написано это слово рекомендуется. Рекомендуется. Поэтому кто-то может этим рекомендациям и не последовать. Чаще всего заменяется на точку. Большая ли, опять же, если вы составляете методические рекомендации, например, для учащихся колледжа или школы, они только-только начинают оформление ссылок. Вы можете это правило использовать. Давайте заменяем ссылки точку-тире на точку. А можете просто посмотреть, может быть, это если это старшеклассники, там средняя школа. Ну, оставь, вот как там написал, оставить вот это правило. Потому что, опять же, рекомендуется, допускается. Ну, и только пропишите в методичке, что мы решили, что пока в ссылках мы вот там для старшеклассников оставляем точку-тире, либо заменяем на точку. Вот здесь выбор за нами. Самое главное – принцип единообразия. Если уж мы оставили точку-тире, то во всех ссылках у нас должна оставаться точка-тире. Если мы поменяли на точку, то везде знак точка-тире должен заменяться на точку. Сокращения допускаются везде, кроме основного заглавия и кроме заглавия идентифицирующего документа. То есть то, что мы пишем за двумя косыми черточками, название журнала, название книги, сборника и сайта. Вот там старайтесь избегать сокращений. Вот их лучше там не делать. Ну и ГОСТ-2018 у нас вообще такая тенденция написать все полностью. Но для исполнителей это на самом деле проще. Нам не надо пользоваться дополнительным ГОСТом по сокращениям, чтобы еще здесь не наделать ошибок. Ну, букв много, да, как говорят студенты, ой, много букв, но зато проще и легче. Вместо сведений об объеме. Поэтому сокращения, например, могут встречаться у нас в области изданий. Второе изд, там перераб и доп, да, и название издательств. Издву можно сокращать. Но опять же, если уж начали в одном месте, то это во всем массиве ссылок должно быть одинаково. Вместо сведений об объеме допускается указывать местоположение объекта ссылки. Пагинация страниц, либо конкретная страница, откуда взято цитировано. В заголовке вот самый главный момент. Да, у нас в заголовке мы приводим одного, двух или трех авторов. Четыре автора у нас под заголовем, пять и более авторов у нас идет ссылка под заголовем. Но тогда мы должны будем за косую черту и указать всех четырех авторов, либо за косую черту и указать первых трех и слова в квадратных скобочках и ДРЭ, если у нас пять и более авторов. Это вот уже правило из нового ГОСТа. Да, поэтому сколько авторов указываем за косую черту и каким образом. Поэтому здесь вот как раз уже смотрим в новое ГОСТа. Сведения, заголовка в сведениях об ответственности не повторяются. Вот это важный тоже момент. Если у нас один, два или три автора, мы пишем, они являются авторами статьи, мы пишем их в самом начале в заголовок, мы пишем название статьи, а потом за косой чертой у нас уже этих сведений не будет. Мы их уже не повторяем. И для сведений не из предписанного источника информации можно, опять же, допускается не использовать квадратные скобки. Вот в наших примерах у нас может быть там где-то появится с квадратными скобками. То есть мы решили, что мы в данном случае будем использовать квадратные скобки, и мы их поставили. Но для оформления ссылок можно не использовать квадратные скобки для информации не из предписанного источника информации. Это допускается. А вот в списке источников мы это будем использовать. Мы там обязательно ставим квадратные скобки. Поэтому смотрите. Опять же, при составлении методической рекомендации оставим ли мы это правило, либо мы будем квадратные скобки и в ссылках тоже указывать. Это проще для исполнителя, потому что взял из списка источников, просто скопировал, поставил и ненужное убрал. А так у тебя уже фактически-то ссылка почти готова. А так еще придется вспоминать, надо убирать скобки или нет. И очень кратко по классификации ссылок. По месторасположению в ресурсе. У нас могут быть подстрочные, внутритекстовые, затекстовые. Чаще всего у нас встречаются подстрочные и затекстовые ссылки. Подробно мы их в прошлый раз разбирали. Но сегодня некоторые примеры посмотрим по подстрочным. По повторяемости и по полноте описания. У нас могут быть первичная и повторная ссылка. Причем повторная может быть как последовательная. Идет сразу за первичной ссылкой. Первичная, когда появляется в тексте у нас в первый раз. А может через какое-то количество ссылок у нас появится. Тогда она будет непоследовательная. И, как правило, полное описание приводится в первичной ссылке. А повторная уже идет как краткая. То есть совсем заголовок, заглавие и страницы. По поводу СБН. Да, можно указывать. Но иногда мы можем обойтись и без него. В ссылках иногда его не указывают. Но списки источников он у нас обязательно должен быть. Но если уж совсем по полным правилам для ссылок, то да, заголовок, заглавие, сведения, относящиеся к заглавию, оно поясняет, что это за великая книга такая. Сведения об издании, если они есть. Сюда мы включаем, если это какое-то было переиздание книги. Либо какая-то версия электронного ресурса или документа. Версия, там, релиз, еще что-то. Тогда мы это указываем. Если нет, значит, у нас это вообще пропадет. Область и у нас остается только место издания, издательство, год и страницы. Вот все. Это вот когда ссылка у нас появляется первый раз в тексте, мы вот эти данные указываем. Есть еще один сокращенный вариант. Я вам попозже чуть-чуть покажу, как это может быть. Без издательства просто место издания, год и страницы. То есть разные варианты ГОСТ предусматривает. Это уж совсем самый полный вариант я вам привела. Прошу прощения, у нас... Отвечу на один вопрос. Прошу прощения, я отвлеклась немножко. Человек не слышит, поэтому с звуком говорить было неуместно. Ну и по количеству объектов у нас может быть одинарная и комплексная ссылка. Комплексную чаще всего используют тогда, когда мы ссылаемся на ряд одного или... произведений одного или разных авторов. Но чаще всего это в введении, в обзоре литературы, либо научной проработанности тема. Вот там мы можем дать, что этот вопрос в таком аспекте рассматривался в работах следующих авторов. Можем дать как подстрочный, можем оформить как затекстовую ссылку, и там она тоже будет вот такой вот комплексной. Ну и объектом ссылки поближе уже к нашим электронным ресурсам вспомнили, освежили память про наши ссылки. И объект ссылки на электронные ресурсы – это все ресурсы локального удаленного доступа или, как сейчас по новому ГОСТу мы говорим, сетевого распространения, составляются как на ресурс в целом, так и на его составную часть. Это могут быть электронные документы, порталы, сайты, базы данных, форумы, чаты, веб-страницы, сообщения в соцсетях, электронные письма и все, все, что угодно на электронных носителях информации. И ссылки на электронные ресурсы, вот согласно пункту 10.2 ГОСТа 2008 года, ссылки на электронные ресурсы составляются по правилам, изложенным в разделах, там, по-моему, 4.9. То есть все те правила, которые относятся к ссылкам на печатный ресурс, который мы в прошлый раз рассматривали, они здесь действуют, но с учетом некоторых особенностей. Вот эти особенности мы сейчас с вами и рассмотрим. Особенность составления ссылок на электронные ресурсы. Ну, первая особенность – это вопрос об общем обозначении материала или вид содержания и условия доступности. То есть как указывать? Вот два варианта я вам привела. Как может выглядеть текст. Ну, здесь мы по полному взяли. Первичная, например, ссылка у нас идет. Вот так мы писали раньше. После заглавия, согласно ГОСТу 2003, и вот так же приведено в ГОСТе 2008, мы еще указывали общее, вот это в квадратных скобочках электронный ресурс, это называется общее обозначение материала. И раньше мы его писали действительно вот сюда. Но с введением в действие нового ГОСТа 2018 года у нас общее обозначение материала ушло. Его больше нет. У нас теперь появилась новая область – вид содержания и средства доступности. И теперь мы пишем вот так. В самом конце. Она уехала, переехала вот отсюда в самый конец. И теперь мы пишем, например, для статьи «Текст электронный». И вот в самом начале, самый первый вебинар, ссылка на который я вам давала про структуру библиографического описания, там как раз табличку такую я вам тоже показывала, можете посмотреть, как писать вот эти тексты электронные или изображения электронные, в зависимости от того, с каким ресурсом мы имеем дело. Такая небольшая подсказка на наиболее часто встречающиеся нам случаи. Поэтому чаще всего электронные статьи из электронных журналов – это идет из книг, текст, двоеточие, отделенное пробелами, так как это библиографический знак, и электронные – это средства доступности. Вот теперь мы указываем вот так. Поэтому смотрите очень внимательно, какие образцы в ваших методических рекомендациях и что от вас просят. Писать либо так, либо так. И тот, и другой вариант в правилах оформления ссылок мы можем встретить в локальных методических рекомендациях разных организаций. Поэтому обращайте внимание, вот это по старому ГОСТу, вот это по новому ГОСТу. Вот все самое страшное, что могло произойти в связи с изменением ГОСТов для ссылок на электронные ресурсы – вот, наверное, вот это. Небольшой момент, но обращайте внимание, чтобы у вас в одной работе все ссылки были одинаково оформлены. Если уж начали писать так, то пишем до конца так. Если вот так, то вот так. Если вы берете какую-то ссылку или из списка работ, вот из какого-то источника вы берете пример описания, вам нужно будет его переделать и посмотреть, чтобы было правильно в соответствии с вашими требованиями приведено оформление. Теперь у нас нет вот этого общего обозначения материалов. Он теперь пишется вот так, без квадратных скобок и в самом конце. И важный тоже момент, если всегда ли его нужно указывать. Если ссылки на электронные ресурсы включаются в массив ссылок, содержащих сведения о документах различных видов, и текстовые, и электронные, и мультимедийные, и все на свете, то, как правило, указывают общее обозначение материала для электронных ресурсов. Ну, такое правило есть в ГОСТе 2008 года, пункт, по-моему, 10.3. Вот в любом случае мы это должны указать либо одним, либо другим способом, но мы должны показать, что это электронный ресурс. И следующий же пункт в этом ГОСТе говорит о том, что в примечаниях должны приводиться сведения, необходимые для поиска и характеристики технических спецификаций электронного ресурса. Да, что это значит? Это значит, что если наш электронный ресурс, вот этот самый сборник презентаций, есть некие системные требования, то есть должен быть PowerPoint, иначе он не откроется. Может быть доступ, например, выложена презентация, мы ее можем, открываем сайт и сразу начинаем листать, какой-то плеер установлен, или она выложена в виде изображений, тогда мы ничего не пишем, мы этот пункт опускаем. То есть мы можем с экрана спокойно увидеть. Но иногда мы можем открыть, а там просто стоит значок файлика, скачать презентацию в PowerPoint, мы ее скачали, значит нам потребуется, чтобы на нашем компьютере было установлено программное обеспечение, чтобы была вот эта самая программа, с помощью которой мы ее можем открыть, иначе у нас просто презентация не откроется. Да, такое тоже иногда бывает, и иногда слушатели нам тоже пишут, я скачала презентацию, а у меня не открывается, пишут неопознанные файлы, значит на компьютере не установлена программа PowerPoint, она нужна. Или там и доп.ридер, да, райдеру для чтения PDF файлов, то есть обязательно должны быть указаны какие-то, если есть ограничения, то они должны быть здесь указаны. Тоже и ограничения, и второе ограничение доступности, доступ по подписке из ЭБС, университетской библиотеки онлайн. То есть этот сборник доступен только подписчикам этой электронной библиотечной системы. Если вы не являетесь, если ваша организация не является подписчиком ЭБС, то вы сможете увидеть этот сборник презентации, но открыть, посмотреть, прочитать у вас не получится. Дальше идет электронный адрес, место размещения ВБС этого сборника, и обязательно дата обращения. И вот в самом конце у нас переехало общее обозначение материала, мы его указываем в текст электронный. Вот и вся хитрость с оформлением электронных ресурсов. Одна из хитростей. Если доступ свободный и никакие системные требования не требуются, то у нас вот эта вот часть до URL, она просто, мы ее не пишем. У нас будет Директ Медиа 2015 и точка, и дальше пошло URL и так далее. Чего здесь еще не хватает? Есть ли область физической характеристики? Если есть указан объем этого сборника, например, там из 124 слайдов, то мы сюда должны дописать физическую характеристику. Если нет, то нет. Вот это все, то, что выделено жирным шрифтом, это и есть область примечания. В области примечания тоже такая особенность, в каком порядке мы эти данные сведения указываем. Сначала идут указания на системные требования, может быть, системные требования, там наличие оперативной памяти не менее, программное обеспечение, там установлено в Windows версии не менее, не ниже такой-то, или там MindManager Pro версия не ниже десятой и так далее. То есть вот это все идет в системные требования, что нужно для того, чтобы открыть этот документ, этот ресурс. Сведения об ограничении доступности, это вот доступ по подписке для авторизованных пользователей, платный доступ, стоимость такая-то. Все это идет сюда. Это вторым пунктом. Дата обновления документа или его части, если есть, сведения об обновлении, мы их туда тоже дописываем. Вот здесь после точки у нас будет написано электронный адрес и дата обращения к документу. Вот эти две части, они приклеены друг к другу, являются обязательными элементами для электронных ресурсов, поэтому вот это у нас точно должно быть указано. Ну вот этот вот порядок, как эти данные указывать в область, и все это область примечаний. Сведения о системных требованиях приводим по необходимости. Разные варианты могут быть указаны, например, вот так, для электронных ресурсов сетевого распространения или удаленного доступа. Вот у нас, видите, здесь дата обновления была известна, мы ее после системных требований тоже приводим. Если у нас будет ограничение по доступности, то мы его сюда приводим, а потом уже дата обновления этого документа или ресурса. Вот так тоже могут быть приведены, например, системные требования. Если их несколько, и они разные, требуется Windows такой-то, а еще наличие программного обеспечения такого-то, а еще понадобится PowerPoint, тогда мы разделяем с они знаком предписанной пунктуации, точка запятой, отделяемая пробелами, потому что библиографический знак. И разные группы вот этих системных требований, они отделяются этим знаком. И они сюда приводятся. Вот сюда. Вместо PowerPoint у нас будет записано это. Если у вас локальный ресурс, то системные требования прописываются, но у нас не будет уже адреса электронного. Порядок тот же самый указания данных, но только у нас не будет URL, потому что CD-ROM или доступ с компьютера, но без указания электронного адреса. Еще про ограничение доступности. Вспоминаем, было у нас такое правило, мы про него с вами говорили в прошлый раз, немножко затронули, по-моему, нет, по-моему, даже на первом октябрьском вебинаре. И вот пришла пора к нему вернуться. На ресурсы из локальных сетей и полнотекстовых баз данных при условии доступа к ним по подписке на платной основе, ну вот примеры этих полнотекстовых баз данных или вот различные информационно-поисковые, правовые системы, типа консультант плюс, гарант и прочих. Если есть какие-то условия доступности, данные об ограничении доступности приводятся до URL, то есть вот по этому правилу. Да, вот сначала мы сюда приводим, вот как в нашем примере было, доступ по подписке, доступ, еще что-то. И дальше идет адрес электронной почты. Либо адрес электронного адреса, либо локальный, если ресурс, то тоже мы приводим вот сюда. Но если у нас, например, ресурс, онлайн-курс, да, то сведения о доступности у нас переезжают в конец, после URL. Вот это тот момент, с которым тоже очень часто возникают вопросы, а где писать, до URL или после URL, а почему так, а почему в одном месте написано про до, вот сюда написано, да, в примечании, а в другом месте написано после URL. Вот если это локальный ресурс, и если это полнотекстовая база данных, ЭБС, кстати, очень часто себя тоже позиционирует как полнотекстовые базы данных, вот тогда они пишут условия по доступности, ограничения до URL. Если у нас просто онлайн-курс или какой-то сайт для доступа к которому, там, статьи, некоторые издания выкладывают статьи, но прочитаешь часть, а дальше доступ платный, да, или подпишись, заплати. Вот это у нас пойдет уже после URL, потому что это уже немножечко совсем другой ресурс. Он не относится ни к локальному, ни к полнотекстовой базе данных. И вот это еще одна особенность, связанная с электронными ресурсами про доступность. Если у нас доступ идет к правовым системам, ну, чаще всего это гаранты и консультант плюс, то можно вот такой вариант, да, использовать. Если это локальный документ, то вот пишется просто в условии доступности доступ из СПС консультант плюс, и дальше мы уже никакого URL не указываем. Понятно, что это локальный ресурс, либо из локальной версии программы, мы к нему получаем доступ. Тогда мы ничего писать сюда не будем. Если же мы зашли через интернет, то тогда мы пишем URL, да, и указываем доступ к этому документу. Электронный адрес ресурсов сети интернет и дата обращения идут вместе, поэтому даже если в примерах у нас пишется, что можно сокращать только до уровня там URL, и все повторные ссылки, которые мы сейчас посмотрим, дату обращения лучше все-таки, все-таки лучше дописывать. Ну и по примерам пройдемся. Про теорию много поговорили, вспомнили основные моменты, основные особенности, обратили на них внимание, сейчас пройдемся по тому, как это может выглядеть. Презентация из электронного журнала. Из электронного журнала, ну вот она размещена на персональном сайте. Взято презентация из откуда-то, да, и приведена на сайте автора, например. Общее содержание или общее обозначение материала или вид содержания. Вот здесь мы два варианта с вами и привели, где указываются эти данные, так как у нас презентация откуда-то взята, ну в данном случае скорее даже с персонального сайта, не столько из электронного журнала, сколько с персонального сайта, вот здесь у нас в примере, да, то до, это составная часть ресурса, сама презентация, она является частью сайта. И так же, как общее обозначение материала у нас приводилось после заглавия, для составной части ресурса вид содержания у нас приводится перед двумя косыми черточками. Вот это легче запомнить, в самом конце приводим, приводим, но только не в конце всего описания, потому что он не к сайту имеет отношение, а только к этой части, к составной части ресурса. Поэтому мы его приводим вот здесь в конце до двух косых черточек. А после двух косых черточек мы пишем, откуда мы вот эту презентацию взяли, где она расположена, где она находится. Вот это сведения об идентифицирующем документе, где же это у нас искать. То есть сначала мы найдем персональный сайт, а уже на сайте мы найдем, будет находиться эта презентация. И эта презентация представляет собой текст электронный. Адрес электронной строки, дата обращения, все. И вот заметьте, мы здесь написали еще системные требования, что для нее тоже требуется, например, PowerPoint. Но если она будет открываться с самого сайта, то мы этот пункт здесь писать не будем. Нам не важен PowerPoint, мы открыли сразу презентацию видео. Можно ли давать ссылки на отдельные слайды презентации? Очень частая ситуация, которая может сейчас возникать, когда многие мероприятия проходят в онлайн формате, и многие издания тоже у нас начинают идти в онлайн форматах, в электронном формате. И мы ссылаемся, например, в своей работе на определенные слайды. Там с 16 по 15 или с 16 по 24. Вот здесь был рассмотрен какой-то вопрос, о котором мы в своей работе говорим. Да, мы можем точно так же, как мы делали при описании составной части ресурса для обычных статей, мы же указывали, на какой странице или на каких страницах располагается данная презентация или данный фрагмент, на который мы делаем ссылку. Первая часть у нас остается ровно так же. Вторая мы пишем тоже персональный сайт, но в конце мы добавляем вот это место расположения составной части. Слайды там, слайд 16 или слайды с 16 по 24. Только здесь у нас еще должен быть пробел после точки. URL, адрес, из адресной строки и дата обращения. Все очень похоже на то, что мы уже делали, когда говорили о составной части ресурса. Ссылка на статью или на... Берем какую-то цитату из статьи и вот просто дополнение, мы пишем слайды. Вот это обозначение. Так что для презентации это тоже можно делать, на презентацию тоже можно ссылаться. Только там уже будут не страницы, а будут слайды. Вот это как раз из пункта, из нового проекта ГОСТа. Мы его здесь вполне можем применить. Он уместен, потому что речь идет не о статьях, а о презентациях. И если есть какие-то нумерованные листы, страницы, слайды, то можем использовать вот такие вот сведения о местонахождении, используя сокращение. Страницы мы сокращаем S, лист L и слайды SL. Пункты, кстати, при ссылках на законодательные акты или нормативные акты, очень часто у нас не страница, а пункты присутствуют. Тогда мы ссылаемся на пункты, просто буковка П, но большие буковки. Если у нас есть ДОИ у статьи, в прошлый раз мы с вами об этом тоже говорили, вот ДОИ приводится после, в самом конце, после заглавия, после сведений об ответственности, если они необходимы. Если, например, у нас было бы 4, 5 или более авторов, тогда у нас вот эта статья пошла бы под заглавием, у нас не было бы заголовка, а вот здесь мы поставили бы косую черту после заглавия, и здесь написали бы информацию об авторах. И вот тогда после них мы поставили бы точку, и после них уже пошло бы ДОИ. Но у нас всего 3 автора, к счастью, поэтому у нас после заглавия идет ДОИ. Оно указывается вот здесь. Это ДОИ статьи. Это же может быть ДОИ самого сборника или журнала, или ресурсы, где расположена эта статья, а может быть ДОИ отдельной статьи. Вот у нас ДОИ отдельной статьи. Поэтому мы ее указываем в первой части до двух косых черточек, до сведений о самом документе, откуда мы эту часть взяли. И текст электронный, вот мы его сюда в самом конце дописываем. Вот место расположения ДОИ. И схема составной части ресурса для статей с ДОИ. Я вот здесь вам два варианта и привела. Как указывать по новому ГОСТу, а если вы сталкиваетесь с старым вариантом еще использования и оформления ссылок, где используется ГОСТ 2003 года, то вот где у нас будет написано, вот здесь мы пишем электронный ресурс, если есть сведения, относящиеся к заглавию, если необходимо, то сведения об ответственности, и только после этого у нас идет ДОИ. А если по ГОСТу 2018 года мы делаем ссылку, используя вот этот, отсылки к этому ГОСТу, то тогда у нас будет вот так, основное заглавие, сведения, относящиеся к заглавию. Если нужно, сведения об ответственности за косой чертой авторы в соответствии с правилами 2018 года, и только после этого ДОИ, и вот этот электронный ресурс мы уже здесь не пишем после основного заглавия, он у нас уходит вот сюда, в самый конец составной части описания. И потом уже мы пишем про сам журнал, книгу, сайт, откуда мы это взяли. Ну вот разница, такая подсказка. Если мы сталкиваемся, да, то как это можно сделать после примера. Ну вот. А вот смотрите, вот еще одна история, с которой мы можем столкнуться. Тоже есть ДОИ. Но у нас идет, не статья, у нас идет сборник материалов научного какого-то семинара. Текст электронный. Анастасия, это уже текст электронный, это уже по ГОСТу 2018. Из ГОСТа 2021 мы взяли только обозначение вот это вот, как указать на слайды, если нам нужно сделать отсылку, например, к слайдам. Ну, издается сборник докладов, презентаций к докладам какого-то онлайн-мероприятия. Он существует в электронном виде. Мы его взяли. Мы в своей работе хотим процитировать или сослаться на слайд какого-то одного из докладчиков. Тогда мы вот эту первую часть оформляем по научному мероприятию, так же, как для печатных ресурсов. Но мы же ссылаемся на презентацию, только пишем, что это презентация доклада. Но мы же ссылаемся на презентацию, на какой-то слайд. Поэтому здесь мы пишем не страницу, а пишем слайд. И тогда, взяв этот сборник докладов, любой человек может посмотреть, сравнить и самостоятельно сделать какие-то выводы. Вот это обозначение, это из проекта ГОСТ-2001. Текст электронный мы уже давно пишем по ГОСТу-2018. Это уже действующее правило. Вместо электронного ресурса. Посмотрите, вот первый вебинар октябрьский, там мы про это говорили. И вот здесь, смотрите, какая интересная штука. Вроде бы, где есть две косые черты. Описание составной части. Да, но какой составной части? У нас идет описание на весь сборник целиком. Сборник расположен на сайте. И вот смотрите, в первую очередь, так же как с печатными ресурсами, сначала смотрим все, что находится у нас вот здесь, за двумя косыми черточками. Это то, с чего мы начинаем наш поиск. Официальный сайт Института научной информации по общественным наукам. Адрес. Ага, адрес ведет у нас не на сам сайт, не на главную страницу сайта, а вот на этот сборник, который мы и ищем. Но мы знаем, что это сборник, который находится на официальном сайте Института научной информации по общественным наукам. И до этого сборника он записывается, хотя это сборник целиком, это до этого сборника. Вот тот самый случай, о котором я говорила, что ДОИ может присваиваться как отдельной статье, так и отдельным целым сборникам, журналам и любым вообще ресурсам в цифровой среде. Поэтому он также записывается в конце. А вот здесь мы даем данные на сам сборник. Библиографическое описание, библиографическая запись. Вот по тем правилам мы эту часть и формируем, мы формулируем заглавие, сведения, относящиеся к заглавию, пояснение, что это сборник научного семинара, здесь еще название и место, и дату проведения семинара можно дописать, если они есть на титулом в листе. В сведениях об ответственности под редакцией, кого она вышла. Место издания и издательства, год, выпуск, выпуск пишется после года, количество страниц и дуи. Вот это, вот так можно сделать ссылку на выпуск сборника целиком с дуи, если у нас оно есть. Но чаще мы ссылаемся на составные части ресурса. И сокращенно, можно ли сокращать ссылки на ресурсы сетевого распространения? Можно. Вот тот самый вопрос, реальный вопрос, который был у нас в анонсе вебинара, это реальный вопрос реального студента, когда вот он говорил, а почему так, вот я же сократила, а в гости же написано, ну давай разбираться, что написано в гости и когда это можно сокращать, а когда нельзя сокращать. Когда можно обойтись только одним URL в ссылке. Можно обойтись, оказывается. Но при определенных условиях. В первичной ссылке мы можем сократить текст самой ссылки до уровня URL, но дату обращения тоже лучше все-таки поставить. Просто мы не приводим весь предыдущий текст. Но только при одном условии, что все данные для идентификации и поиска этого ресурса были указаны в тексте, были упомянуты в тексте. Дата обращения согласно ГОСТу 2018 это у нас обязательный такой элемент, поэтому мы его сюда и привели. Ну вот, вот таким образом у нас может выглядеть первич, даже первичная сокращенная ссылка, если все вот это мы в тексте указали. Первичная полная ссылка у нас будет выглядеть вот так. Вот она. Вот три автора, названия. Если в тексте мы написали в своей статье какую-то цитату привели, например, из этой статьи, и дальше пошли рассуждать. Или там в своей статье ряд авторов указал на то-то, то-то, то-то. Мы ничего не сказали ни про статью, ни про авторов, ни про то, что это электронный ресурс, ни про где находится, где опубликовано. Поэтому в ссылке мы указываем все вот эти данные. Вот так у нас будет выглядеть ссылка. Чего здесь не хватает? Вот это вот по старому варианту с электронным ресурсом, а вот это уже по новому варианту, когда мы пишем текст электронный для этой статьи. Вот я специально вам выделил. До двух косых чертчик будет отличие единственное вот здесь. Чего у нас здесь еще не хватает? Заметили? Смотрите. Откуда взято? Ну, какое-то издание, электронные библиотеки называется. Год есть. Том, выпуск, есть. А потом сразу идет URL. Может ли такое быть? Или чего-то здесь не хватает? Местоположение ресурса этой статьи у нас указано. Сайт. Ага. Может не быть. Может не быть сайта. Можем не указывать сайт. Если это электронная СМИ, а у нас электронный журнал, вот этих данных достаточно. Если у нас электронный научный журнал, сейчас очень много таких появляется, журналов, да, то они могут, вот, статьи, которые мы берем из них, они могут выглядеть вот так. Вполне, да. Это значит, что это электронный журнал. Мы не будем писать, взято с официального сайта. Для нас издательство так вот, а может быть, мы его в библиотеке смотрели, если он в открытом доступе, по этой ссылке, нам этого достаточно. Мы знаем, из какого журнала мы взяли, год, номер, выпуск, все у нас есть. Да, не хватает страниц. Совершенно верно, Ирина. Вот здесь у нас должно было бы написано С большое и указана погенация через тире, да, там с первой по шестнадцатую страницы вот находится эта статья. Когда мы имеем дело с электронными журналами, имейте в виду, что у нас такое может возникнуть, у нас может не быть нумерация. Вот так они размещают статью, например, а номеров страниц нет. Что делать? Считать во всем журнале, во всем выпуске страницы вручения, ну и нет. Записываем вот так. Ну, значит, там не нумерованный был, не было нумерации страниц. Кто-то выкладывает в PDF файлах, а иногда выкладывает совершенно в другом формате, да, и вот как страница сайта идет, да, то мы вот затрудняемся здесь посчитать. Либо они выложены отдельными статьями, отдельными файлами, те же самые PDF, не единый сборник, а вот отдельными файлами. То вот, да, тогда сложности у нас здесь может возникнуть. Тогда описываем так, что есть, то есть. Первичина. И, а вот этот вариант на ту же самую статью, тоже первичная сокращенная ссылка. Только в том случае, если мы в самой статье написали, что в своей работе система социанет, как платформа для разработки, т, 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 авторы Парина, ФСИ, Липунов, ВМ, Пузырев, РЛ, указали, в статье, опубликованной в 2003 году в электронном журнале, электронной библиотеке, в скобочках указали том, шестой выпуск один, и вот эти авторы перечислили их, указали на то-то, 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 то в ссылку, мы ссылку на них все равно поставим, но в ссылке мы уже можем указать просто один URL и дату обращения. Вот только в этом случае. А не просто взял так, а, ну, ГОСТ разрешает, все можно сократить до URL. Хоп, все выкинули, из статьи непонятно, на кого ссылаемся. URL указали, у статьи до и не было. Заходим по ссылке, она битая, либо что-то поменялось, там этой статьи уже нет. И что это было за ресурсы, что это была за статья, непонятно, на что мы ссылаемся. Вот, пожалуйста, вот этот вот момент тоже учитывайте. В каком случае мы можем сократить просто до электронного адреса. Книги из БС. Здесь мы тоже можем столкнуться с непростыми ситуациями. У нас может быть два варианта первичной ссылки. В первом примере книга рассматривается как составная часть ресурса ЭБС, и поэтому используются две косые черточки. А второй пример – это, скажем так, книга рассматривается как цельный ресурс, сама по себе, говоря по-простому, но указан доступ к ее электронному варианту в электронной библиотечной системе. Разница в оформлении. В первом случае все данные на книгу приводятся у нас до двух косых черточек. Да, вот они. Как мы уже видели, со сборником у нас был. Там сборник у нас тоже рассматривался как составная часть ресурса. А во втором случае, как положено по описанию, на цельный ресурс. Вот здесь книга рассматривается как составная часть, как будто бы статья, как будто бы часть сайта. А вот здесь книга рассматривается как целое издание, отдельный ресурс, но который хранится вот в этой ЭБС, в которой мы можем получить доступ по подписке. Почувствуйте разницу, потом посмотрите еще раз в записи разницу между этими двумя вариантами. И тот, и другой вариант могут нам встречаться в разных ЭБС. Поэтому, что правильно, так или так. И то, и другое правильно. просто разное отношение к книгам, разное позиционирование. Вот одна ЭБС приняла такое решение, другая ЭБС приняла такое решение. Это все вот те самые возможности свободы действия, которые нам предоставляет ГОСТ. Можно так, а можно так. Рекомендовано, но вы можете принять свое решение. Вот ситуация, с которой мы сталкиваемся. Реально. Для составителей и разработчиков методических рекомендаций. Пожалуйста, когда вы даете образцы и описаний и ссылок на книги из ЭБС, пожалуйста, для своих слушателей, для своих учащихся исполнителей, тех, кто будет пользоваться вашими методическими рекомендациями, вы можете описать оба эти два случая как пример привести, но в образцах приведите, пожалуйста, один, который принял. И вот, чтобы они делали каким-то одним способом. И тот, и другой случай могут у нас встречаться достаточно. Часто уже встречаются, поэтому для исполнителей что из этого следует? Копируя ссылку или описание из ЭБС. А сейчас есть такая возможность, можно, а, я сейчас все зашел, там уже все готово, да, все готово, но правила могут быть разные, которым они следовали. Пожалуйста, скопировали, окей, хорошо, но потом не забудьте проверить и внести коррективы, отформатировать под требования ваших методических рекомендаций локально, которые есть к выполнению там курсовых или прочих работ. Если там про это ничего не написано, тогда просто выберите один из вариантов. Вот мне больше нравится, честно скажу, второй, потому что потом, если мы будем делать, и у нас здесь будет не книга, а, например, тот же сборник, а мы потом будем делать описание на статью из этого сборника, то две косые черты второй раз мы уже поставить не сможем. Что у нас получается? Если вот так, то и книга является составной частью, а мы делаем описание на статью из этого сборника и тоже, как составную часть, два раза косые черточки не ставятся. А как делать? И вот здесь приходится проявлять весь свой креатив, как же сделать, чтобы было правильно. Поэтому вот этот второй вариант, честно скажу, такую подсказку даю, ну, может, кому-то и первый больше нравится. Мне нравится второй, потому что здесь гораздо проще делать описание на составную часть вот этого источника, если у нас это не учебное пособие, а, например, сборник статей или сборник каких-то материалов. Гораздо проще. Мы просто делаем на статью две косые черточки, а дальше уже пошло, вот откуда мы это взяли. Гораздо легче это все будет сделать. Вот. Так что обращайте, пожалуйста, вот на это внимание. Оба варианта правильные, оба существуют. Ну, вот мы говорили, что смотрели сейчас, очень много данных у нас сейчас пишется, а можно ли делать ссылки покороче. Можно. Вот смотрите, вот у нас первый вариант первичной ссылки на книги из АБС, а вот мы взяли и сделали немножко попроще. Тоже два варианта первичной ссылки, но смотрите, что мы убрали, что мы вернее оставили. Здесь мы что еще не сделали? Там они убрали запятые, запятую после фамилии, да, вот здесь не нужно. А все остальное у нас правильно. У нас идет заголовок, у нас идет заглавие. Мы оставили пояснение, что это учебное пособие и для кого. Он поясняет, потому что заглавие не совсем понятно, что это. Это учебник, монография, а для курсовых или учебных работ это бывает, ВКР, это бывает очень важно понимать, с каким материалом работали, да, и представить это и в списке, и в ссылках. Ну, в принципе, в ссылке мы даже вот это можем опустить, в первичный привести, дальше потом мы указываем. Место издания, да, год, да, количество страниц, да. Если мы ссылались на весь учебник, если мы ссылались на конкретную часть, либо погенация, либо С, большое, да, и погенация, либо С, большой, и конкретная страница, откуда мы взяли цитату. текст электронный, и вот откуда мы взяли, ЭБС, адрес, дата обращения. Здесь то же самое, авторы заголовок, три автора, идет заглавие, основное заглавие, сведения относящиеся, Москва, это, режим доступа мы оставили, написали, что по подписке, да, в первичной ссылке, потом мы это все можем убрать, хотя, в принципе, вот этому тоже, да, ограничения есть, пускай остается в первичной ссылке, адрес, дата обращения, и вот там текст электронный, мы сюда вставили. Вот он у нас идет здесь уже в конце. Почему здесь в конце? Потому что текст электронный относится к книге, мы его пишем вот сюда, а дальше у нас пошло с двумя косыми черточками, уже информация про сайт. И текст электронный здесь мы оставили в самом конце. Да, Марин, совершенно верно. Сейчас я вам покажу вот эту штуку. Сейчас мы, это планировалось в виде задания, но сейчас мы уже просто не успеем задание выполнить, да, молодцы, что заметили. Вот здесь мы не ставим, да, вот эти запятые после фамилии, в ссылках мы убираем, но в списке источников они остаются. Поэтому здесь у нас не должно быть запятых, я про них сказала, но не зачеркнула просто. Да, и вот все три автора в заголовке у нас теперь совершенно правильно приведены. Как давать повторные ссылки? Повторные ссылки даются сокращенно. Вот, например, тот же самый пример, ссылка на книгу тоже из ЭБС как-то сделается. В первичном мы написали прям вот все-все-все, у нас идет под заголовьем, поэтому в сведениях об ответственности мы указали там составителя, да, так как автора первые сведения привели место издания, издательство год, количество страниц, режим доступа по подписке, все мы правильно привели, и даже перевыполнили план, мы привели и СБМ. Но помним, можем приводить, можем нет, как у нас приведено в образцах наших методических рекомендаций. Но в списке источников и СБМ мы будем обязательно приводить. В повторные мы можем оставить только заглавие, причем, посмотрите, заглавие мы сократили, оно очень длинное, поэтому мы можем сокращать, ну, так по логике, чтобы было понятно и не совпадало с другими заглавиями. Троиточие заменяет пропущенные элементы. Мы здесь в повторной ссылке вообще сократили все и указали только количество страниц, вернее, страницу, на которой находятся заимствования наши. Можно ли вот так указывать? Да, повторная ссылка вот так может быть приведена. То же самое касается и еще один вариант, как можно приводить перед страницами, не совсем поняла, что можно опустить перед страницами 164. А, да, все, поняла. Можно, даже не можно, а нужно. Отлично. Уже кто-то начал выполнять задание без пояснений с моей стороны. Еще один вариант, как может быть указана повторная ссылка на тот же самый, на ту же самую, на тоже на книгу, например, из АБС. Ну, вот таким образом. Указанное сочинение, указанное сочинение, страница такая-то, да, либо мы отсылываем, если у нас костяное заимствование, тогда мы даем просто указанное сочинение, если у нас идет повторная ссылка на какой-то конкретный фрагмент, мы используем прямое цитирование, тогда указываем страницу, откуда это взято. Ну, и задание сейчас делать уже не будем, этим мы займемся уже на курсе. И немножко еще примеров на подстрочные ссылки. Подстрочная ссылка может быть на электронные ресурсы приведена и комплексная, то же самое правило действует и для электронных ресурсов. Только вот здесь, вот наши, вспоминаем, комплексные ссылки. Мы можем писать, если, например, произведение одного автора идет, чтобы 40 раз не писать одного и того же автора, можно приводить комплексную ссылку. Либо вот так мы заменяем номерами и разделяем разные ресурсы. Автора пишем только один раз, а остальные ресурсы заменяем номерами и разделяем их знаком точкой запятой, деленной пробелами. Либо вставляет слово его же. И то, и другое имеет место быть, только один способ выберите, его уже применяете. Если у нас будут электронные ресурсы, то вот здесь, например, эти же книги, но электронные, мы просто дописываем в конце URL и дата обращения. URL, дата обращения. Если есть ограничения по доступу, тогда их тоже прописываем. Повторная ссылка на ресурс сетевого распространения. Вот он, наш пример. Вот мы можем указать авторов и указанные сочинения. Если этих же авторов у нас есть несколько статей, ну, тогда уже нужно будет вносить дополнительные элементы, которые могут нам помочь определиться, например, какой том или откуда мы это брали. Повторная. Можно ли использовать там же, так же, как для повторных обычных ссылок? Да, можно. Если они у нас идут последовательно, подряд. Вот вторая ссылка и третья ссылка, следующая идет на ту же самую работу, поэтому мы можем сделать там же. Но если между ними есть еще ссылки, тогда используем один из вот этих способов. Или так, или вот так. Либо указанное сочинение, либо цитируемое сочинение. И повторное последовательное на разные публикации из одного сериального ресурса. То же самое правило, которое есть у нас в ГОСТе, когда мы можем заменить разные статьи, но из одного журнала. Например, тот же номер, тот же год, но только другая статья. Чтобы вот эту часть не писать заново, мы пишем там же и указываем страницу. Но только в том случае, если они тоже последовательные, то есть идут друг за другом. И здесь, да, вот здесь не повторная, вторая ссылка, меняется заглавие заголовок и для электронных ресурсов просто укажите адрес. Вот сюда мы адрес уже будем добавлять. Это у нас было правило для печатных ресурсов, но если у нас электронный журнал, например, то тогда добавьте. адреса будут разные, они будут отличаться, поэтому URL сюда лучше добавлять. А так мы это правило тоже можем взять и использовать. И вот тот самый случай, когда у нас, то, о чем мы с вами уже разбирали, когда у нас есть данные в самой статье, вот здесь у нас их не было, и мы в ссылке обязательно их приводим. Что за статья, откуда взято, и вот полную ссылочку мы вот такую приводим. Но если мы часть, не все даже данные, а часть этих данных указали в самом тексте, то есть автор и заглавие статьи у нас уже есть, то мы эти данные в ссылки можем не приводить. Тогда мы приводим только данные на идентифицирующий документ, то есть откуда мы эту статью взяли, вот с таких-то страниц, и если это электронный ресурс, тогда просто дописываем URL-адрес и дату обращения. Вот таким вот образом мы тоже можем делать ссылки на подстрочные, на статьи. Первичную и повторную ссылку на нормативные документы. Первичную приводим полностью. Это вот часть из этой первичной ссылки. Мы еще здесь не указали часть данных, да, просто вот заголовок и основное заглавие, и дальше у нас будут данные. А в повторной ссылке мы сокращаем все это, можем сократить только до номера даты утверждения и страница, откуда мы взяли заимствование. То есть у нас будет просто вот эта часть, да, вот это нам сейчас важно для примера. Мы берем заголовок, что это за ГОСТ, и с какой страницы мы взяли описание. На стандарт и его составную часть, есть ли это электронный ресурс. Мы можем приводить вот таким образом. Вот они все данные на ГОСТ. Все как положено мы описали. Когда утверждено, дата введения и все прочее. За двумя косыми черточками мы указываем, что этот ГОСТ взят из сайта электронного фонда актуальных правовых технических документов консорциума кодекс и указали адрес, дату обращения. Ну, еще здесь в конце нам чего еще надо будет вот здесь написать, что текст электронный. Если мы ссылаемся на какой-то пункт или какие-то пункты из этого ГОСТа, а не на весь ГОСТ, тогда мы можем сделать ссылку на составную часть. И вот здесь все точно так же описываем, откуда мы это взяли, но только вот здесь место положения документа. Для статей мы писали бы страницы, а вот в тот самый случай, помните, вначале я вам говорила, можно указывать слайды, листы, пункты. Вот пункты 9.4, 9.5. Вот на них мы ссылаемся и что-то там про них в нашем тексте работы говорим. И тогда мы знаем уже, к чему обращаться. Это вот составная часть. Можно ли сделать покороче? Можно. Мы можем сделать в ссылках, опустив основную, оставив основную информацию и опустив то, что относится к сведениям, относящимся к заглавию. Все вот эти данные о принятии и прочего. Это у нас будет в списке наших источников. Вот там эти данные будут приведены. А здесь мы можем оставить только заглавие, откуда мы это взяли, URL, дата обращения. И здесь на составную часть просто добавляем пункты. Полегче уже, да? В ссылках это можно делать. Мы можем таким вот образом их сократить и сделать достаточно красиво и не очень занимать много места. Для первичной и повторной ссылки на законодательные акты мы можем сокращать до заглавия ресурса и статьи. Вот у нас заглавие. Это о Конституционном суде Российской Федерации. Вот оно, заглавие. Дальше пошли сведения, относящиеся к заглавию. Мы это все опускаем, оставляем только статьи такие-то. И вот статьи, пункты, статьи вместо страниц, это не страницы, это означает статья такая-то, статья такая-то, вот на них мы ссылаемся. Либо если мы в тексте сказали, упомянули про этот Конституционный суд, федеральный закон, вот эти данные все привели по правилу сокращения, мы можем просто, это у нас электронный ресурс, тогда мы можем оставить и вот так. Но при условии, если все эти данные мы в тексте упомянули, тогда мы можем даже первичную ссылку сократить вот так и в дальнейшем тоже указывать электронный ресурс в таком сокращенном виде. Про затекстовые ссылки. Коллеги, напоминаю, что у нас здесь все ровно то же самое, так же делается, и все эти правила, которые мы сегодня посмотрели и в отношении подстрочных, тоже они к затекстовым применимы. Просто вспоминаем на прошлом, в прошлый раз мы достаточно подробно это посмотрели, что такое затекстовая ссылка. Это комплекс. Он состоит из отсылки и выноски за текст. Отсылка ставится в тексте, это вот тот самый номер в квадратных скобочках, иногда с указанием страниц, но в некоторых, например, научных изданиях просят оставлять только номер, а страницу не указывать. Вот с этим некоторые аспиранты, например, мегистранты сталкиваются, кто в научные издания подает статьи, указывают все как положено, положено вот так, для прямого цитирования. Но им говорят, нет, оставляйте, у нас принято только номер. Ну окей, хорошо, нам важно, чтобы статья вышла, мы просто уберем страницу, оставим только номер. Ну вот тоже следствие того, что можно допускается в ГОСТах, и вот издательство может принять, например, такое решение. Поэтому просто отнеситесь к этому с пониманием. Хотя по правилам, если прямое цитирование, то мы должны указать точно страницу. Но эта отсылка, она нам ничего не говорит про сам документ, значит, где-то должна располагаться о нем информация. Почему называется за текстом? Потому что за текстом вынесен список этих ссылок. И они оформляются уже по правилам ГОСТа 2008, по правилам оформления за текстовых ссылок. Вот так будет выглядеть для электронного ресурса. Но в этом случае, если вот так делать все правила, и по правилам, то у нас должен быть еще третий список источников. У нас же есть обязательный список использованной литературы. И вот он уже составляется по ГОСТу в 2018. И возникает вопрос, нам чего два списка делать. Поэтому есть пункт, в прошлый раз я вам про него говорила, и отсылочку волшебную давала, примечание в самом ГОСТе, что отсылка может ввести как на затекстовую ссылку, либо на список источников. И очень часто идут на то, чтобы вот эту часть не писать, а сразу делать отсылку к списку источников, и тогда пользоваться ГОСТом 2018 по оформлению библиографического описания, и один раз составлять библиографическое описание. А так как затекстовая ссылка в тексте мы это не повторяем, то, может быть, это и имеет место быть. Поэтому он затекстовые ссылки очень любит. Таким способом очень часто пользуются, и тогда мы будем просто пользоваться одним ГОСТом. Но для студенческих работ, как правило, используются подстрочные ссылки. И в некоторых научных изданиях, когда вы издаёте твои статьи, можете столкнуться с тем, что там идёт в требованиях оформление подстрочных ссылок. Особенно если это издание издаётся ещё на английском языке или использует при оформлении стиль Ванкувер, вот он подстрочный. Там все ссылки вы будете делать подстрочные, а в конце давать список источников. Поэтому мы сегодня вот так подробно посмотрели про подстрочные ссылки. Ну вот, коллеги, вроде бы и всё. На сегодня мы с вами подобрались к концу. Дальше. Почему нет тире перетекста электронной? Потому что ссылка. Если ссылка номер 4, а где у нас, где у нас, где у нас? Вот здесь вы, наверное, имеете в виду, да? Вот сюда, наверное, имеете в виду. Ага, да, да. Ссылку обязательно ставим. Нет, это не внутритекстовая ссылка, это за текстовая... Да, да, да. Это за текстовая ссылка. Как обычный текст, без подчеркивания. Да, мы его просто сейчас в примерах выделяли, Татьяна Мясникова. Может указываться как обычный текст, мы его просто в примерах сейчас выделяем, именно чтобы обратить на него внимание. Иногда, кстати, тоже можете с этим столкнуться, по-разному требует. Где-то требует оставлять как гиперссылку, иногда просят их убирать. Как гиперссылку очень часто в научных изданиях, например, просят даже оставлять, не убирая, не снимая гиперссылки, потому что все наши списки и источники чаще всего потом перепроверяются. Если возникает какой-то вопрос к описанию или к оформлению, то редактор, корректор, библиотекарь, библиограф, кто работает с этим списком, они же их проверяют на правильность оформления. Для того, чтобы легче было найти, они иногда просто не убирать вот это подчеркивание. Ну и для того, чтобы сейчас нам просто немножко понагляднее было, мы его оставляем гиперссылкой. При оформлении, например, различных шаблонов рабочих программ дисциплины тоже просят оставлять работающую гиперссылку, поэтому мы ее сейчас здесь и оставили. Последний момент по правовым системам. Коллеги, вот несколько примеров я вам здесь привела. Есть рекомендации по оформлению ссылок на Консультант Плюс и материалы системы Гарант. Мы их сейчас подробно разбирать не будем. Я вам дам... У них есть свои как бы требования, но они достаточно старые. Обновлений я не увидела, например, вчера посмотрела, не увидела. Но для информации можете посмотреть, я вам эти ссылочки сейчас дам на эти страницы, где эти рекомендации приведены. Вот это Консультант Плюс, а вот это рекомендации системы Гарант. Как они рекомендуют указывать ссылки на их системы. Но просто, опять же, имейте в виду, что там могут быть отсылки еще к старому ГОСТу. Значит, здесь нам тоже нужно будет посмотреть. Но они там вот упрощенно... Консультант Плюс, по-моему, дает в упрощенном... В гарантии они дают упрощенный вариант, просят указывать. При оформлении ссылок на отдельный фрагмент текста какого-то документа, который в системе Гарант размещен, то для электронных источников они говорят, что не требуется указывать в библиографической ссылке конкретное местоположение, там абзац, номер страницы и так далее, определенные цитаты. И объясняют это тем, что поиск контекста внутри любого электронного документа осуществляется очень быстро и точно, но в силу особенностей и специфики самой системы Гарант. Здесь контекстный поиск достаточно просто осуществить, и поэтому эти данные можно не указывать. о местоположении документа в тексте. Ну вот просто посмотрите, достаточно интересно, может быть что-то полезное для своих оформлений и для своих методических рекомендаций, оттуда можно будет подчерпнуть. Там достаточно хорошо статьи написаны с примерами, но опять же делайте поправку на то, что это примеры с использованием еще старого ГОСТа. Поэтому, возможно, какие-то элементы нам придется с учетом нового ГОСТа сюда привносить. Ну вот, коллеги, вроде бы и все. Сейчас посмотрю, у нас, по-моему, был вопрос. Если есть ДОИ, нужно ли указывать URL? Лилия Симончик, прошу прощения, наверное, если неправильную фамилию назвала. Да, если есть ДОИ, URL все равно сейчас указываем. То есть пока не отменили это правило. Потому что ДОИ есть не у всех URL электронных ресурсов, а URL есть у всех. Просто если есть ДОИ, то его тоже укажите. Это может быть для какого-то локального документа. Тогда мы URL не указываем, его просто нет. Мы просто пишем путь размещения, где найти этот документ, как в него зайти, там, в системе интернет, например. Какая-то закрытая интернет, внутри корпоративная сеть. Поэтому там у нас будет, мы можем указать путь. Раздел такой-то подраздел, такой-то вместо URL, где лежит этот документ. Но ДОИ обязательно тогда укажем, если есть. Ну вот, коллеги, вроде бы и все. Мы добрались до конца нашей сегодняшней встречи. Следующий раз мы с вами встречаемся. Обратите внимание. Да, следующий раз у нас 17-го числа. Мы поговорим про медиаресурсы. Мы сегодня их постарались так немножко обойти стороной. Это различные электронные курсы, составные части электронных курсов, видеоролики, различные записи. Аудиокниги сейчас очень часто пошли. Посмотрим пример, может быть, если успеем. А если нет, тогда на курсе. Книга, например, которая имеет или сборник, которая имеет и локальную версию там на CD-диске, и электронный вариант. Да, вот какие здесь могут быть вопросы со стороны тех, кто оформляет, и как можно это будет решить. Ну вот, коллеги, вроде бы и все. Да, и последний вебинар, обратите внимание, который у нас стоял на 24-е число. Там мы про референсис поговорим. И я вам дам различные, покажу разные генераторы и прочее. То, что нам помогает книги на иностранных языках для референсис составлять по различным международным стилям. Тоже вам вот это уже ссылочками тогда покидают так хорошо. Ну, обратите внимание, вебинар, который у нас стоял на 24-е, он сейчас перенесен на 22-е число. То есть те, кто уже зарегистрировался, автоматически перенесется, вам просто придет уведомление. А для остальных, кто захочет прийти, просто имейте в виду, что сейчас на 22-е изменение небольшое произошло. Мы чуть пораньше закончим. Ну вот, коллеги, вроде бы и все. На сегодняшний день, если будут какие-то вопросы, можете написать, можете приходить в нашу группу на Фейсбуке «Библиография для небиблиографов». Там тоже и в личку, или в общую группу задавать вопросы, если они у вас будут. Будем разбираться. Это такая вещь. Все эти госты и описания, что только совместными усилиями, совместным разумом мы будем находить верные варианты решения. А их всегда может быть несколько, а может быть и достаточно много. Ну вот, будем стараться разбираться так, чтобы это было нам и понятно, и полезно. Всем хорошего настроения, удачи и до следующих встреч.